У нас здесь задача что-то с этим натюрмортом сделать хорошее. Изначально композиция была такая, это просто институтская какая-то, это постановка такая классическая институтская постановка, скучненькая, но из нее нужно что-то такое выжить. Вот когда с фотографией работаем, то надо все время помнить, что это фотография и что везде, фотоаппарат, но он везде берет четко, с одинаковым усилием все элементы и получается, что... Я работал с фотографией, я вот не понимаю, о чем. Да, да, то есть мы вот так вот не делаем, наоборот, мы стараемся чтобы выделить передний план по контрасте, ну если классическая у нас там задача, то у этого натюрморта скорее всего там классическая задача. Задний план увести, какие бы красивые, то есть мы не срисовываем вот эти цвета с реальности, какой там тряпка вот эта есть, а мы уже перерабатываем это все и стараемся усадить все в пространство. Здесь можно в принципе двигаться разными способами. Если надо исправить такую работу, то можем взять лессировкой, увести просто лессировкой весь дальний план и у нас вылезет передний план. И потом вот как бы общую вот эту болванку наметить картины, общее пространственное решение, что у нас задний план, средний план и ближний план. И потом уже начать уже внедряться в саму живопись. Но вот здесь вот, наверное, понадобится все-таки вулканскоид. Можно этот вулканскоид у вас был? У Владимира Игоршева, учителя моего в институте. Вулканскоид? Да, он ее прямо покупал там, этими коробками, я вот сегодня рассказывал. Она, как сказать, если вы ее смешиваете, вот этот еще старый такой тюбик еще там с советских времен, вот, если вы ее смешиваете с чем-то, она в грязь превращается, либо она, ну просто теряется, вот ее цвет красивый, а ее цвет он проявляется в лессировке. Я ничего, да, возьму? Все, все. Сейчас я посмотрю, какую здесь вот, вот, может быть, вот эту кисть по лохматии такой, прошу прощения, для лессировки возьму. Вот, и берем, и вот это вот, она проявляется только в прозрачно, вот в таком вот этом виде, прозрачненькая она такая, немножко сопливая, но и берем, вот этот задний план. Смотрите, какая красота. То есть, вот эта вот сочность цвета получается, и в то же время она одна из самых прозрачных красок, это самая лессировочная из всех лессировочных красок, вулканскоид. Глуконид еще есть, он такой более серенький, а есть вулканскоид. И мы уводим задний план, создаем вот эту прозрачность. Потом здесь еще палитра не намешана до конца, ну, как бы я вот чистым цветом пока работаю, но он уже единственный, практически единственный из чистых цветов, но вот охра там, вот этот вулканскоид, который смотрится уже красиво и интересно на любой живописи. Ну, вообще, как можно начинать работу с ним, в принципе, на следующий, или как же там красот? Или нет? Ну, его красиво, именно когда уже что-то есть, вот как бы прозрачно, он, видите, какое прям вот ощущение такого прозрачного стекла, такого стекловидности. Вот, можно прозрачная, хорошая краска индийская, вот если надо, например, цвет чуть-чуть пободрее там сделать, поактивнее, вот, можно, видите, индийской туда, раз, вот, как бы, уводим задний план, создаем вот эту прозрачность. Даже уже вот так у нас возникает теперь, смотрите, это у нас ушло на задний план, а это к нам приблизилось. Вот, но потом, после вот этого, можно, в общем-то, все править, потому что, здесь вот, например, вот это вот стол, который, да, вот этот наклон, наклон, он завалился, чуть-чуть он поехал, вот, можно, это будет потом, вот, на, после вот этой общей такой лессировочки исправить. Я чуть-чуть это... Даже можно, вот, какие-то там подтеки, то есть, это, в принципе, вот, можно использовать такой эффект акварельности. Он остается в тенях, вот эти вот прозрачности, они останутся в темных местах, и мы, как бы, двигаемся всегда от более темного к более светлому. Вот такой вот принцип в живописи. Вот. Здесь, ну, вот, можно тени чуть-чуть еще, так, прозрачненько проложить. Вот, уже какое-то обобщение есть. Ну, вот, я теперь смотрю, красок не очень много, ну, будем коричневый делать применением, там, черного, красного. Предположим, вот здесь вот, да, такой более темный участочек. Вот они, прозрачненькие лессировочные краски, густенько, чтобы ощущение вот этого прозрачного фона было. Вот мы вот этот кусочек увели туда в глубину, все. Дальше, что еще можем сделать? Потом нужно... У меня сейчас главная задача увести фон, потому что фон очень лез, и я его увел с помощью лессировки. Можно его, конечно, переписывать корпусно, плотной краской. Я имею в виду, что вначале вообще у нас, как в Москве, или какая-то техника интересует, на это все. А, вот это вот, то, что я вот эту технику, ну, как у меня рука пошла, у меня уже она автоматически, я уже не что-то говорю, а у меня рука... Я не стараюсь вот закрашивать вот так, например, ровненько все. Вот, а элемент спонтанности, он очень важен в живописи, то есть, он дает, элемент спонтанности, он дает вот ощущение свежести. Как только у вас начинает какой-то прием везде и всюду проникать в живопись, то спонтанность уходит, и все, и живопись, она становится, ну, немножко такой скучной. Вот, можно взять, у вас здесь хорошо, да, ну, давайте, ага. Какая широкая, надо ли? Ну, можно пошире, да, чуть-чуть вот тут. Можно я вот это, по ходу дела, возьму? Ой, ну, ладно, неважно. Значит, смотрите, у нас теперь надо по тону, по тону. Мы разбираем, мы как бы сделали общую сцену для этого всего. Такая нет? Отлично, да, вот вообще. Еще есть меньше такой. Хорошенькая, хорошенькая. Ой, она, что-то такое у нас, в чем? Что липкая такая? Не знаю, может, мыло не смыло. А, мыло. Вы, кстати, учтите, что мыло много, если оно у вас с краской смешается, то это матовая живопись будет, то есть, и плохо держаться будет. Да нет, что-то прям липкая. Пойти помыть? Да нет, нет, сейчас-то не надо уже мыть. Ладно, ну что, сейчас уже будем действовать, как получилось, по ходу дела. И вот смотрите, дальше, что у нас по тону. Самая темная здесь бутылка, да? Ну, она получилась, у нас как получается? Рано приходим, солнце падает, она светлая. Чуть прошло или она становится черная. Я ориентируюсь вот на эту фотографию, которая есть. И... Она вообще такая более зеленоватая, прозрачная. Зеленоватая, прозрачная. Ну, значит, мы опять, я белила сюда, видите, не добавляю. У меня прозрачная краска еще ФЦ-шка, вот эта вот, ультрамалин, он, в общем-то, прозрачный. И я зеленый, если мне нужно, я могу, например, из индийской сделать краски и из ФЦ-шки, этой самой голубой, да, из ФЦ-голубой. Вот он у меня такой глубокий, такой получается этот цвет. И я, видите, как прозрачненько, прозрачненько его выкладываю. И у меня вот этот вот цвет первый, проникающий, который у меня получился в начале, да, вот эта лисировка фона, он у меня связывает, начинает предмет по краям. Чувствуете, как рефлексом. Сразу рефлекс начинает работать. То есть, я как бы объединяющий момент сначала делаю, а потом уже внедряюсь, чего там дальше как. Вот, она у меня уже по тону, чувствуете, какая бодренькая такая. Начинает получаться. Вот. И все, у меня уже здесь изначально-то как, были три одинаковых по тону предмета, а теперь я по тону разрываю. У меня вот этот темный самый, да, вот этот чуть посветлее, вот этот самый светлый. И вот этот самый вот светлый, да, предмет. Лук, это чеснок, который висит. Он, несмотря на то, что на фотографии он практически одинаковый, вот здесь вот. Здесь он должен там сидеть, конечно, да, на своем месте. Вот. Ну и можно, в принципе, вот как зацепился, вот я смотрю, кусок начинает работать. Можно делать, если вы чувствуете, что вы за один раз там, например, сделаете, вы можете и здесь, и здесь, и здесь, да, как бы начать. Но сейчас на этом этапе можно как бы внедриться в какую-то там, ну, бутылочку, например, сделать, немножко его с фоном пописать. Кстати, фон необязательно его там все там складки прорабатывать. Он такой вот условный будет, даже это хорошо. Вы лучше передний план проработайте, а дальний он будет прозрачненький и уйдет вот таким вот образом. Вот. Потом надо понять еще, откуда освещение идет. Освещение у нас с правой стороны. Да. С правой стороны. Значит, по ощущению здесь, ну... Он даже не так здесь стена, а потом отмел. Ну да. Да, да, да. Можно сразу, например, от предметов наметить падающие тени. Вот, например, вот здесь вот более глубокая такая. Туда вот и увести. То есть создать всю сцену. На тени мы теплые пишем, да? На тени, да. Смотрите, вот это классический подход. На тюрьму классический подход. Если освещение из окна, оно, видите, холодное, даже здесь видно. Тени, по сути, они всегда теплые, по большому счету. У них суть теплая. Вот я уже как бы говорил там в фильмах каких-то. Вот. А они могут быть холодными в зависимости... Ну, они могут меняться на холодные благодаря рефлексам. И благодаря контрасту цветовому. То есть, если, например... Ну, контраст цветовой — это физиологическое наше видение того, что перед нами. То есть, в физическом плане его измерить нельзя. Потому что это наши ощущения. Это субъективная как бы вещь. А рефлексы мы можем измерить как бы сила света, отраженного от каких-то других светлых поверхностей. Например, когда вы пишете пейзаж летом, ну, да, вот тени кажутся голубоватыми. Не потому, что они там... Ну, в том числе и потому, что они контрастны, например, к чему-нибудь теплому. Но в том числе, в основном, за счет того, что у вас небо голубое, но светлое, синее, да. И оно дает рефлекс свой на поверхности сторон. Да, это видно. в теневую вот эту среду. Еще покопаться немножко с тенями. Предположим, где-то здесь будет от предмета. Я прям заезжаю на предметы. Ничего страшного. Первый слой Можно по-разному делать Можно корпусно сразу Но сейчас тема возникла Прозрачной лисировки Которая даст дополнительный эффект Глубины живописи В картине Это классическая техника Это классическая техника Мы лисировку в тенях Мы тени плотно не пишем А мы их делаем через лисировку и через прозрачную Вот Смотрите Первый этап Это я увожу в дальний план Тень Глубину общего пространства Дальше уже идут частности А частности это у нас Тени падающие от предметов Мне например Здесь я смотрю светлый А здесь хочется немножко Бутылочку Здесь она как бы не связана Чуть-чуть с фоном Хочется ее связать Можно ее Я думаю это будет нормально Потому что таким образом Мы избавимся от лишнего контраста Здесь И если мы от заднего контраста От дальнего избавляемся То передний контраст начинает выходить Это то что нам нужно Это как бы приближает К нам все элементы Вот И я вот пока Нащупываю Вот эту светотеневую Конструкцию Вот этого всего дела И Продолжаю Вот это вот Можно пальцем Где-то вот здесь Потому что кистью Не всегда удобно Я вот кистью Темную очень А пальцем Пальцем можно Мазки там Причем они как-то сохраняются Если вы какие-то места будете прописывать Ну например освещение Да Вот это можно оставить Вообще вот так вот Вообще не трогать Только освещеница Прописать этой бутылке Под это освещение Надо краску Ну лишнюю жидкую краску убрать Чтобы тонкий слой был Вот То есть вы как бы Потоньше слой То есть на жидкий слой Неудобно класть ничего сверху То есть по жидкому Ничего не работает Вот Я могу пройтись на каком-то этапе Салфеточкой по живописи Ну и дальше значит творить Вы правильно кстати сказали Что у нас освещение оно холодное Значит На фотографии Они как бы есть места Которые просто одинаково черные Но в живописи лучше такого не делать Вот я Сразу Делаю немножко чуть потеплее Я могу к холодному Перейти вот сюда И вот этот цвет Вот этот цвет Который здесь теплый образовался Он как раз даст мне нужную связь Со всеми другими предметами Которые у меня здесь они есть То есть вот такая вот штука Вот здесь вот я например Да Сделал Как акварелью фактически Мы начинаем работать Вот так Можно вот здесь вот увести чуть темнее То есть я как бы от более темного Начинаю высветлять уже нужные эти кусочки Кстати вот дальний угол ушел Который таким колом стоял И вроде уже предметы начинают Садиться Да но вот от этого угла еще зависит много То есть он Он чуть более горизонтальный Тогда будет И смотрите чтобы у вас Эллипсы Ну вот у вас небольшие наклончики есть Чуть-чуть От горизонтальной Если у вас предмет стоит на горизонтальной ровной поверхности Как бы вам не казалось что эллипс вот так вот наклоняется Такого нет Он вот ровный должен быть То есть у вас у всех предметов чуть-чуть Вот так наклоняется Не важно Но если она круглая Я вот не знаю Если она не круглая Если она не круглая То да может что-то быть Но у круглых предметов У круглых предметов Вот этого Вот такого наклона Быть не должно Иначе у вас горка здесь И горка здесь Да и все поехало значит вниз Ничего хорошего в этом нет Вот я прозрачный Могу даже не прописывать потом эти куски Я только вот эти вот видите Они даже по тону попали Ну как будто как надо Вроде цвет сохранился Тон вернее разный И как бы и по цвету все село хорошо То что я вот здесь вот не стал ничего закрашивать Это хорошо Потому что освещение на поверхности Она чуть более холодненькая И вот она вот начинает у меня срабатывать Потом Ну много чего приходится объяснять Давайте знаете что мы сделаем с вами Просто я слишком много вам сейчас информации могу конечно Выдать Вот Ну забудете то что Ну некоторую информацию я знаю Просто она в голове Я вам советую Смотрите здесь еще какой момент Ну можно еще одну маленькую информацию дать Вот например крылочка Кувшинчик Надо понимать что Ну не просто блики срисовывать Какие здесь есть А надо понимать что есть плоскости Вертикальная Под наклоном И туда уходящая И они Да И они по тону Эти плоскости Они как бы разные Они по тону разные То есть вы например Вот эта плоскость Да Она там более темная Например Потому что она вниз смотрит В зависимости от того Если у вас свет попадает одинаково На эту и на эту плоскость То как бы надо что-то с этим делать Но здесь вот я вижу что Здесь наоборот Здесь свет низкий очень Поэтому он более Обычно При освещении таком студийном Вот на эту плоскость больше света попадает Но здесь из окна освещения Не было такого Поэтому у вас вот эта плоскость Будет более темная И именно из-за этого Вот эта вот часть Вот эта часть крыночки Она светлая Потому что она опять Плоскостью своей в окно смотрит То есть вот эти вот моменты Вы как бы Ступеньку Должны сделать как положено Как свет Вид сверху Как вы решите Как вы решите Но если чтобы как бы Если вы решите что вот эта плоскость светлая Значит надо и на всех переделывать То же То есть как бы одно изменение Оно тянет за собой все другие изменения Если не хотите слишком долго об этом Как бы думать и размышлять То просто берете Вот как вот здесь Помните что освещение низкое И значит соответственно у вас И Ну меняется Вся конструкция всех этих предметов Вот И сначала Прежде чем что-то продолжить Прорабатывать Мы Добавляем там Нужные тени Контрастность на переднем плане Вносим Исправляем тут же Видите я немножко Чуть-чуть поднимаю вам Эллипс Вот И попрямее слегка Ну и здесь тоже То что пока Не четкий этот край Ничего страшного Потом это делается Просто мне контрастно Видите я выхватываю на нас Вот эти вот Так это мы пишем с помощью Краска Какая краска Да Темная Я смотрите как У меня уже в голове Это все автоматически Происходит Да Здесь просто Получается что Краплак ФЦ Голубая Получается Фиолетовый цвет Его можно немножко До черного Пригасить зеленым То есть это у меня Автоматически происходит То есть У меня здесь уже какая-то грязь намешалась Я темно-фиолетовый сделал Темно-фиолетовый Гошу его немножко зеленым И я уже точно знаю Что у меня черный практически Из трех цветов Противоположных Ну вот здесь вот У меня например Краплака чуть-чуть больше Чуть теплая Но это нормально Даже если Вы хотите сделать кувшин Синеватым Таким как он здесь Это нормально Что тени такие будут Теплые Потому что мы воспринимаем цвет Только благодаря промежуточному Вот этому Полутени Полутон Полутень еще называется В нем скрыт истинный цвет предмета Здесь он светлее Здесь он темнее И какой вот он Вот здесь вот В промежутке есть Таким вот цвет И будете воспринимать То есть Вы можете писать Например Что хотите По сути Но если вы В промежутке сделали Цвет самого предмета То Я понял Да Голова Она наша В полутоне Да Вот От крынка Такая Интересная Чуть-чуть коричневого дают То иногда Вот такая черная Прямо Все зависит от цвета Когда вы Когда вы пишете Вы не срисовываете цвет А вы его интерпретируете То есть вам не надо Его прям Один в один То есть Это задача Не творческая Не очень творческая Она ненужная Просто На мой взгляд Вот Вы наоборот Как бы делаете Интерпретацию Того Что у вас Происходит Вот Я интерпретирую Его То есть Здесь он Вообще Там Черный Какой-то Вот Наметил Смотрю Где у меня Еще Чего Надо Какие акцентики Поставить То есть Я намечаю Так Как будто Человек Знаете С плохим зрением Смотрит Вот Только Основные Вещи Вот Я постоянно Прищуриваю Смотрю Вот Если Очень Сильно Прищурюсь Как бы Все на Свои места Стоит Это Показатель Того Что Я правильно Все Делаю Вот Здесь Например Раз Да Немножко Чуть Тенюшечку Поконтрастнее Да Слегка Вот Эту Глубину Раз Она Опять Вышла Тоже Здесь Вот Немножечко Вот И Потихоньку Ну Вот Падающую Тень Кстати Падающую Тень Прежде чем Пишите Предмет Можно Уже Сразу Падающую Тень Написать И Она Пускай Даже Будет Немножко Сюда Зарезать Вы Потом Подхватите Ну То То Я Вам По сути Наметил Все Основное Что Здесь И Как Смотрите Следующий Этап Для Вас Это Уже Работа С палитрой То есть Видите Я краску Не замешивал Пока Я ее Не разогревал Эту палитру Сейчас Этап Когда Вам Ее Надо Разогреть И Поработать Над Цветами Для Полутонов Например Вот Эта Краска Я Что-то Мазанул Ее Сюда Но Ее Лучше Не Использовать В плотных Балканская Она Просто Сопливая Немножко Так Вот Эта Я Не Понимал Она Пропала Да Но Она Очень Красиво Смотрится Только В лестировке И Вот Я Смотрю Чего У меня Вот Этот Цвет Он Не Может Быть Я Отсюда Счищаю Куда Нимать Краешь Раз Раз Сюда Но Это Для Полутонов Это Для Полутонов Для Крымки Ну То Что У меня Сейчас Пока То Есть Мне Не Обязательно В цвет Попадать Я Могу Походу Нет Главное Приблизительно Его Хотелось Сделать Сюда Дальше Чуть Чуть Того Чуть Чуть Всего Химия У нас Пошла Это Потому Что Для Подфонка Для Блика Это Может Быть Очень Светлый Цвет На Палитре Он Сейчас Смотрится Очень Темным Но На Живописи В Контексте Более Темного Окружения Будет Смотреться Очень Светлым Вот И Вы На Этом Этапе Начинаете Что-то Намешивать Какие-то Цвета Какими Вы Будете Дальше Работать Разогревают Палитру Это Называется Да Но Я Немножко Сейчас Ленюсь Конечно По Идеи Ну Вот Я Вам Показываю Просто Как Дальше Ход Работы Идет Кисточку Можно Но Вот Эта Кисть Очень Хорошая Мне Понравилась Да Вот Мне Краски Ужасные У них У Малевич Извините Конечно Производитель Малевич Но Кисти Нормальные В общем Да Вполне Вполне И вот У меня Пошло Дело Вот Я Уже Могу Сюда Ну Вот Я Смотри Не Попал Потому Что Это Первый Первый Мазок Вот Я Могу Сюда Уже Смотреть Чего Мне Зацепить Все Уточняю Уточняю И пока Я уточняю Цвет Он Сложнее Становится Вот Это У меня Еще Теневая Теневая Часть Потом Я Сюда Начинаю Потихонечку К Свету Забираться Можно И потоньше Кисточку Чуть Чуть Нет Они У вас Сырые Давайте Вот Эту Ничего Норм Сырыми Кистями Неудобно Они Слишком Мягкие Такие В смысле Нерабочие Ну Вы Только Их Помыли Я Сырые В том Плане Что Вы Их Только Помыли Вот И Вот У нас Дело Пошло Вот У нас Дело Пошло К Освещению И У меня Уже Легко Забираться В эти Красочки В эти Красочки Легко Забираться И Уже Цвет Видите Холодненький Начинает Формироваться Вот Здесь А Теплый Я Уже Не Трогал И Он У меня Получается Живописный Никак На Фотографии Там Непонятно Что А у У меня Уже Здесь Живопись Начинает Происходить Ну Вот Край С Можно Его Пальцем Размазать Если Что Мы Там Бодаем Сейчас Формой Блин Форма Больше Форма Меньше Блин Караул Какую-то Все Бодаются С Формой Мы Тоже Будем Бодаться Вот Чувствуете Уже Пошла Тепло Холодность Да И Пошло Вот Сюда То Что Теплое Нормально А Здесь Уже Холодное Обратная Сторон Это И Вот У Меня Надо Зацепиться Вот За Эту Красоту И Вперед Дальше То Что Там Пальцем Мазнул Ничего Потом Подмажется Чувствуете Тепло Холодность Начинает И Вот Цепляйтесь За Это Дело И Вперед Теплое